Мы продолжаем приключенческий фильм «Подводный мир Жак-Ива Кусто», где в роли худощавого француза выступаю я, Маргарита Кадацкая, а в роли Тихого океана – бассейн спортивного комплекса «Буртасы». Мы будем сегодня гружаться под воду. Надеюсь, у нас это у всех получится. Для начала мы должны усвоить несколько моментов. Во-первых, самое главное правило в дайвинге – мы не задерживаем дыхание. То есть мы должны все время дышать. Дышим глубоко и ровно. Иди сюда. Берешь вот это в рот, губами, осторожно, закусываешь между губами и зубами. Это должно находиться, да? То есть вот так вот. Только сильно не откусывай это, потому что ее можно откусить, как показывает практика. Теперь ты, соответственно, делаешь вдох. И выдох. Также через рот. Получается? Достаточно легко. Под водой будет еще легче. Вот. Значит, теперь о знаках. Я тебе… Есть один самый знак, он вопрос и в то же время ответ. Это окей. То есть я тебя спрашиваю, окей? Ты мне показываешь окей, если все хорошо. Если что-то не так, то ты говоришь, у меня проблемы. И потом показываешь с ушами, с глазами, с дыханием, с головой. То есть, ну, разные у всех проблемы бывают. Поняла, да? Можно вынуть, да? О, спасибо. По мере погружения мы будем продуваться, потому что у нас уши, они будут вдавливаться внутрь давлением воды. То есть, чтобы это сделать, мы сжимаем нос и делаем легкий выдох в него. Попробуй. В ушах должно так… Бум! Продуваться мы будем в маске же, да? В маске у нас будет на лице. Здесь специально есть такая резинка, чтобы можно было до носа достать, да? А вы будете моим буди этим, другом? Ну, в данный момент, да. Это хорошо. То есть, я буду рядышком, то есть, если что, подскажу, помогу. Ну что ж, жизненно важным навыкам обитания на дне я обучилась. Осталось только плюнуть. Нет, не в гуру учителя, всего-навсего в маску. И суеверия здесь ни при чем. Вот вы сейчас… Для того, чтобы она меньше запотевала, нужно в нее плюнуть. В сумме содержатся специальные секретные вещества, волшебные, которые позволяют сделать так, чтобы маска не потела. Поэтому у каждого дайвера своя личная маска. Да. Поэтому вот эта розовая маска будет твоя, можешь начинать в нее плевать. Можешь начинать в нее плевать. А теперь, Игорь, можешь крупный план снимать, как она плюет в маску. Держите, пожалуйста, микрофон. Побольше. И на второе тоже самое. Какой кожурат! На второе щекотное самое. Подбираем яркие подводные штиблеты. И можно в путь. Но прежде чем погрузиться на дно, посмотрим, как нырнет мой инструктор Ольга. Грузы я уже нанизала. Надеюсь, мне сегодня 4 килограмм хватит. Я положила ремень сзади себя. Нагибаюсь. Тяжело? Ну, вообще, по правилу надо вот так вот, но мне уже не тяжело, я уже привыкшая. А так можно подтянуть. И теперь мне нужно сделать вот такую петельку и заправить ее внутрь из меня. А в это время в бассейне. Вот так вот их тяндры 21 века выглядят. В ластах, в гидрокостюме, плюют на маску. Ну и посейдон с ними, подводными существами. Лучше посмотрим, как Ольга готовится к прыжку. Слово на прощание. Ну и, в принципе, все хорошо. Как это за прощание, Маргарин? Это была шутка. Это шутка была, да? Сейчас я одену масочку. Погружаясь в воду, я широким шагом. В данном случае это одно из самых хороших вариантов. Подов при этом жилет. Ну, собственно, люди так топятся, по-моему, таким же шагом. Широкий шаг не получился, но ничего. Перед погружением, как перед смертью, не надышишься. Настала моя очередь топиться широким шагом. Так, микрофон оставляю, Игорь. Игорь, запомни меня с микрофоном. Ну, а сделала ли я все-таки шаг в голубую пропасть? Узнаете из следующего выпуска программы «Доброе утро». Не пропустите. Продолжение следует...